Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, у меня есть комната, где необходимо сделать ремонт. Я не знаю, с чего начать, но мне повезло. У меня есть супер-мастер, который мне поможет во всем разобраться. Виталий, добрый день. Добрый день, Надежда. С чего начинается ремонт? Ремонт начинается с определения точек электрики, где у нас будут розетки, выключатели, потолочное освещение, люстры, светильники. Потом мы делаем потолок, приступаем к стенам и финишируем все полом. Если у нас напольное покрытие будет плитка, тогда мы делаем плитку, а потом уже красим или клеим обои. Хорошо. Данное помещение с чего мы начнем? В данном помещении мы будем заниматься стенами, определим их состояние. В зависимости от этого будем наносить либо штукатурку, либо финишную шпаклевку. Окей, ну я думаю, сначала мы съездим в магазин, выберем все необходимые материалы и начнем, собственно, ремонт. Поехали. Итак, Виталий, наконец мы пришли. Хочется выбрать материал для подготовки наших стен к ремонту, но я, естественно, теряюсь в этом большом выборе. Какие смеси мы будем сегодня выбирать для нашего ремонта? Для неморта наших стен понадобится грунт, нам понадобится штукатурка и нам понадобится шпаклевка. Штукатурка для чего нужна нам? Нужна для того, чтобы выровнять крупные неровности. Если у нас стены с большими изъянами, с большими впадинами, очень сильно отклоняются от вертикального уровня, нам надо наносить штукатурку. То есть с помощью нее мы выравниваем стены? Да, мы выравниваем стены. Толщина штукатурки достаточно толстая, от сантиметра и выше. А она потом не пойдет трещинами? Трещинами она не пойдет. Перед тем, как наносить либо штукатурку, либо шпаклевку, мы используем грунтовку. А для чего мы ее используем? Для того, чтобы уменьшить акдезию, то есть штукатурка, чтобы не так быстро сохла и не появлялись трещины. Бывает двух видов. Концентрат и уже готовые к применению. В чем разница? Удобнее пользоваться концентратом, потому что мы можем развести нужное нам количество концентрата и увеличить площадь покрытия. Хорошо, ладно. Нанесли грунтовку, дальше нанесли штукатурку, выровняли стены. Можно приступить к шпаклевке. Шпаклевка бывает двух видов. Для сухих помещений и для влажных помещений. Что у нас в ведерке за шпаклевка? В ведерке у нас готовая шпаклевка, то есть готовая к применению, ее не надо разбавлять с водой. Мы открываем и просто наносим на стены. Но цена у нее гораздо дороже, чем у сухих шпаклевок. Для нашего ремонта что мы берем? Мы берем грунтовку-концентрат, берем штукатурку ручного применения и берем финишную шпаклевку для сухих помещений. Окей, мы определились. Итак, нам понадобится штукатурка, шпатлевка, грунтовка, а также валик и малярный лоток, два шпателя, терка для наждачки, наждачная бумага, ведро, строительный миксер, дрель и болтушка, уровень, карандаш, маячки, провила, перчатки. Все материалы у нас готовы, я предлагаю начать. Начинаем. Нам понадобится грунтовка. Теперь нам понадобится ванночка. Пропитываем валик в растворе и наносим на стены. Итак, стены у нас загрунтованы, они просохли. Что мы делаем дальше? Дальше мы приступаем к штукатурке стен. Маячки мы обрезали по размеру, приставляем их к стене, примерно выставляем их по уровню и проводим линию. Линия нужна для того, чтобы нам ровно нанести раствор. У нас стена гипрочная, я сделаю поправку. Гипрочную стену штукатурить не надо, если она выставлена ровно по правильному каркасу. Мы просто показываем технику нанесения штукатурки, будь то кирпичная стена, пенобетон или бетон. Значит, у нас есть линия, которую мы отметили. Дальше мы будем наносить непосредственно раствор на эту линию с шагом 30-40 см. Для того, чтобы на нее... Закрепить нанесение? Да, совершенно верно. Очень похоже на приготовление блинов. Практически. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну что, маячки у нас готовы, просохли. Да, мы отрегулировали вертикаль по уровню и горизонталь по шнурке. Теперь мы можем приступать к штукатурке. Наносим штукатурку на стену вот такими движениями. Ну что же, Виталий, готовы ли наши стены? Наши стены готовы, они просохли. Прошло 24 часа, слой у нас был не толстый. У нас остались маяки в штукатурке. Мы их трогать не будем, потому что у нас сухое помещение, влажности нету, они не будут ржаветь. Я уже... Отшкурил стены. Отшкурил, прогрунтовал, то есть у нас стена уже готова к чистовой шпаклевке. Замечательно, что мы сейчас делаем? Мы сейчас разводим шпаклевку, нам понадобится наша замечательная брель. Нам понадобится ведро, вода, шпаклевка, шпатели и наши руки. Приступаем. А вот это движение обязательно, когда вы как-то делали? Какое? С одного шпателя, на другой. Так удобнее. Финишной шпаклевкой мы добьемся того, что у нас будет все гладко и ровно. Хорошо. Итак, Виталий, наши стены готовы? Наши стены готовы, мы их шпаклевали, теперь мы ждем, когда они высохнут. После этого мы их шкурим, и они готовы к поклейке либо окраске. Итак, повторим еще раз. Разводим грунтовку, грунтуем стены, даем высохнуть 1-2 часа. Расставляем маячки. С помощью уровня или отвеса чертим строго вертикальные линии. Расстояние между ними на 10-15 см меньше размера правила. Наносим раствор по линии для будущего крепления маячков. Расстояние 30-40 см. Крепим крайние маячки по вертикальному уровню. С помощью шнурки выставляем остальные маячки, соблюдая горизонталь. Ждем 12 часов, пока высохнет. Наносим штукатурку. Выравниваем правилом. Даем высохнуть. Шкурим. Перед шпаклеванием грунтуем. Наносим шпаклевку. Даем высохнуть. Шкурим. Итак, в этой программе мы научились стены грунтовать, штукатурить, шпаклевать, шкурить. Собственно, и все. И все мы видим, что это не так уж и сложно. Смотрите наши программы, и вы узнаете гораздо больше.